Сегодня поговорим об интересной самобытной компании, которая определенно, находясь на олимпе Hi-Fi и Hi-End, стоит там особняком. SimAudio – канадская компания, основанная в 1980 году звукоинженером и меломаном Виктором Симой. Первоначально она называлась SimElectronics и занималась созданием профессиональной аудиотехники. Однако, как это часто бывает, аппаратура Sima начала появляться в домах, людям она понравилась и вскоре Sima начала разрабатывать и производить консюмерские, то есть гражданские аудиокомпоненты и репутация компании стала быстро расти. В первой половине 80-х годов Sima представила свой первый интегрированный усилитель с индексом PW3000. Этот аппарат предлагал топовые характеристики по более доступной цене, чем у многих других аудиобрендов. Конечно же, 3000 был хорошо принят аудио-энтузиастами и так бил рекорды продаж, что канадцы даже не успевали его производить. В итоге 3000 помог Sima стать крупным игроком на рынке Hi-End Audio. С этого момента Sima начали совершенствовать и расширять линейку своей продукции, а в 1990 году подразделение, занимавшееся разработкой потребительской электроники, получило имя SimAudio. Вскоре после этого, в начале 90-х, SimAudio представляют свою серию Celeste, в частности интегрированный усилитель с индексом i5080 и усилитель мощности W4070, где впервые была реализована их оригинальная схема усиления Renaissance. Конструкция оказалась настолько крутой, что ревьюеры буквально рукоплескали, а журнал StereoFile включил мощник в свой знаменитый список рекомендуемых компонентов. Интегральный 5080 щеголял огромным по тем временам блоком питания с тором запатентованной конструкции с низкими магнитными электрическими и тепловыми потерями. Чрезвычайно короткий путь прохождения сигнала без конденсатора в длиной менее 50 см от входных разъемов RCA до акустических лем обеспечивал крайне быстрые транзиенты. Усилительная схема Renaissance была без общей обратной связи, она способствовала более точному тональному воспроизведению музыки, практически отсутствующим интермодуляционным искажениям и устранению распространенных фазовых погрешностей, возникающих из-за обратной связи. При всем этом багаже компоненты серии Celeste крайне выгодно отличались от конкурентов ценой. Канадцы неустанно трудились и в 94 году схему Renaissance заметно усовершенствовали, теперь она стала называться Advanced Renaissance, то есть продвинутый Renaissance. А в 97-м мир аудио узнал имя Moon, Луна, которое компания SimAudio использует и по сей день. Имя Moon появилось для того, чтобы четко отделить скачок, ознаменовавший переход в верхний, самый качественный сегмент аудио, с высочайшим вниманием к деталям, звуку, качеству сборки и всему такому. Moon должен был четко ассоциироваться у покупателей с премиум сегментом, как синоним Hand Audio. Собственно, он быстро завоевал репутацию одного из ведущих брендов высококачественных аудиосистем на рынке. И тут нужно сказать, что хотя мы обычно употребляем эти два имени вместе, SimAudio Moon, но фактически бренд называется просто Moon, а SimAudio это компания-производитель. Это как например бренд Panasonic, который производит Masushita Electric, но мы же не называем ее каждый раз, да? Но в случае с SimAudio это почему-то закрепилось у нас в головах. Что касается имени Moon, то это на самом деле аббревиатура. M от слова музыка, первая O от Omega, символа крайнего предела, символизирующая максимум качества звука. Вторая O отсылает к самым ярким звездам класса O, намекая на исключительность техники бренда. И последняя N от нота, основного универсального элемента любой музыки. Что касается логотипа марки, не все обращают на него внимание, думая, что здесь какая-то закорючка. Но на самом деле, если вы присмотритесь повнимательнее, то обнаружите здесь повернутый на 45 градусов скрипичный ключ. Как вы можете догадаться, наклон его символизирует стремление к движению. Вот сколько символизма вкладывают канадцы в свое имя и знак. Так вот, к миллениуму бренд подошел уже с новым именем и в совершенно новом имидже. Вместе с новым именем у продуктов Moon появился новый хорошо узнаваемый дизайн-код, который развивается и по сей день. В частности, под брендом Moon в 1997 году появился наследник успешного усилителя Celeste 5080, имя которого было сокращено до i5. Этот усилитель стал еще более культовым. Он нес в своих недрах новую продвинутую схему Advanced Renaissance. Секция предварительного усиления в классе A была выполнена по принципу двойного моно и была облачена в чрезвычайно жесткую конструкцию шасси из экструдированного алюминия с выносными ножками-конусами и мощными радиаторами по бокам. А сзади у него красовались акустические терминалы производства WBT. Почти неслыханная роскошь по тем временам для относительно небольшого интегральника. Пути прохождения сигнала сократились более чем на 20%. Прецизионно согласованные биполярные транзисторы обеспечивали превосходную линейность во всем частотном диапазоне. Ревьюеры хвалили i5 за яркий, быстрый, плотный и контролируемый звук с исключительно нейтральным характером, особенно на средних частотах. В 1997 Moon создают первый в мире CD-проигрыватель с цифровым входом. Это был Moon Eclipse, в котором был установлен ЦАП, способный обрабатывать сигнал вплоть до 24 бит 96 кГц. Довольно впечатляющий по тем временам. В последующие годы на волне популярности домашних кинотеатров Moon расширили свою линейку новыми моделями. Например, появился многоканальный усилитель Moon Titan. Первый усилитель в серии Moon Audio Video использовал многолетние наработки в области проектирования усилителей. В итоге команда разработчиков создала один из самых первых мощных многоканальных усилителей с особым термически связанным шасси, обеспечивая исключительные звуковые характеристики во всех каналах в любой момент времени. Titan заслужил репутацию лучшего усилителя в своем роде и его до сих пор можно встретить в бесчисленном количестве многоканальных систем референсного класса по всему миру. Но это не значит, что канадцы перестали фокусироваться на аудио. Как раз наоборот. В те времена появился Moon Rock – полностью балансный моноблок, который выдавал сверхвысокоточный сигнал с максимальной мощностью 1 кВт на 8 Ом и 2 кВт на 4 Ома. С 32 биполярными транзисторами в сочетании с компонентами, подобранными с исключительно низкими допусками, Rock просто смел привычные границы проектирования твердотельных усилителей начала 2000-х. При этом он имел невероятно крутой дизайн и отделку. Например, у него было изготовленное по индивидуальному заказу гранитное основание толщиной 5 см и весом 55 кг. И это только основание. В 2006-м Симаудио обзавелась собственным цехом со станками с ЧПУ, после чего в 2008-м году компоненты серии Evolution выводят Moon на качественно новый уровень, поднявший планку как никогда ранее. И по сути эти компоненты задали дизайн-код компонентов сегодняшних дней. В 2012-м у Moon появляется своя цифровая платформа Mind, расшифровывается как Moon Intelligent Network Device, с доступом к цифровой музыкальной библиотеке. В 2019-м появилась ее вторая версия. Сегодня Mind это не только железо, но и свой собственный софт, работающий на разных платформах от Apple до Android. Сегодняшняя Mind 2 не только позволяет получить доступ, просматривать и воспроизводить музыку из любых источников, но также дает контроль над самими компонентами Moon, над железом. Mind 2 совместим с Rune, умеет синхронизировать воспроизведение в нескольких комнатах, транслирует MQA, поддерживает Tidal, Cobus и Deezer. В 2016-м канадцы представили Moon Ace, универсальный компонент, построенный по принципу все в одном, и аппаратура Moon стала чуть более доступна массам. А в 2017-м Moon запустили собственную линию по изготовлению печатных плат. Кстати, Moon время от времени выпускает эксклюзивные лимитированные компоненты, которые обычно приурочены к юбилеям компании. Обладание такими девайсами очень похоже на владение уникальным историческим памятником. Например, на 25-ю годовщину в 2004-м году они выпустили по 250 лимитированных проигрывателей Nova и Eclipse, предусилителей P5, усилителей мощности W5 и интегральников I5. В каждой модели были усовершенствованы схемы, а детали отбирались с особой тщательностью. Все это было облачено в корпуса с особой отделкой. К 30-й годовщине они выпустили ограниченную серию интегрированных усилителей Moon600i и CD-транспортов с ЦАПом Moon750D. По 30 штук каждого. Проигрыватель с ЦАПом 750D был самым первым настоящим 32-битным асинхронным ЦАП, доступным на потребительском рынке, и получил очень высокую оценку во всем мире. Кроме того, каждый из этих 30 ярких девайсов был продан с 30-летней гарантией, друзья. На 40-ю годовщину была представлена великолепная лимитированная всего 40 экземпляров юбилейная система Moon Anniversary Edition, включающая в себя потоковый ЦАП 680D и интегрированный усилитель 600i V2. Система оказалась так хороша, что о ней написали даже в Forbes. Каждый компонент здесь выполнен в исполнении с фасадом цвета розового золота и лакированным корпусом цвета Millisim Red и имеет памятную пластину из розового золота с тисненным логотипом Moon и индивидуальным серийным номером. Стоимость этой игрушки 30 тысяч долларов. Сегодня в Симаудио трудится 63 человека, они по-прежнему производят все на собственном заводе в Бушервилле в Канаде, и штаб-квартира компании по-прежнему находится в Квебеке. Собственный цикл производства включает инжиниринг, металлообработку, две линии монтажа и сборку. Под брендом Moon производится целая палитра продуктов, включающая в себя интегрированные усилители, предусилители, мощники, усилители для наушников, фонокорректоры, ЦАПы, проигрыватели компакт-дисков и, конечно, стримеры. Одна из вещей, которая отличает Симаудио от других производителей высококачественной техники, это их подход к проектированию и производству. Симаудио очень замороченные. При производстве своей аппаратуры Симаудио не использует готовые компоненты сторонних производителей, производя все ключевые компоненты от трансформаторов до корпусов самостоятельно. Конечно, не все можно самому производить, наверное, никто это не может делать. И поэтому то, что они не могут делать сами, например, их биполярные транзисторы, их производит канадский партнер, исключительно и специально для Moon и под контролем специалистов Симаудио. Внутри компонентов Moon стоят свои биполярные транзисторы Moon, свои электролитические конденсаторы Moon, все на четырехслойных печатных платах, которые они сами печатают, большие троидальные трансформаторы, которые они сами мотают, шасси из экструдированного алюминия, вырезанное на их станках с ЧПУ. Все очень серьезно, без какой-либо экономии. Moon крайне замороченный на внутренней конструкции, да, например, усилители отличают высокий демпинг-фактор, работа в классе А на низкой мощности до 5 Вт. У них крупные блоки питания, как я уже сказал, и внушительный вес. Платы устанавливаются на пятиточечной плавающей подвеске на гелевой основе специальной, да, и вот все такое. За время существования компании канадцы накопили, разработали и накопили и внедрили множество уникальных технологий, про которые можно отдельный ролик снимать. Столько их там. Но вот вам вкратце, чтобы вы понимали масштаб безумия. Технологии. Advanced Renaissance Circuit, их знаменитая схема безобратной связи. Потом есть Lynx, усовершенствованная схема безобратной связи с точным распределением питания для отдельных активных устройств в схеме усиления топовых 700-х и 800-х серий. В CD-проигрывателях. Delta & M Quattro, виброгасящая технология специального крепления CD-приводов на гелевой основе. У них своя фирменная система уменьшения джиттера Moon Alpha Clocking System. Фирменная технология, демпфирующая платы от вибраций. Своя схема управления громкостью на резистивной матрице и станкоплёночных резисторов с допуском 0,1%. Независимая индуктивная фильтрация постоянного тока устраняет все помехи, возникающие из-за того, что питание поступает на электронные части, находящиеся на пути аудиосигнала, и изолирует эти части друг от друга. Свой дискретный регулятор низкого напряжения с низким уровнем шума специально для слаботочных компонентов. Ну и конечно SimLink, проприетарный протокол, обеспечивающий связь между компонентами Moon. Общее включение, регулировка яркости дисплея, регулятор громкости, автоматический выбор входа и режим ожидания. Все вот это делает SimLink. Продукция SimAudio Moon получила больше всех наград в индустрии. Их 418 на сегодняшний день. К примеру, последней их наградой стала Ace этого сезона в номинации лучшая HN стереосистема. Ее получил комплект из универсального проигрывателя всем в одном Moon Ace, включающего усилитель, фонокорректор, рун-реди ЦАП и стример в одном корпусе, и пары полочных колонок Moon Voice 22. На сегодня в арсенале Moon широкая палитра интегрированных усилителей, большой выбор раздельных мощников и предов, усилители для наушников, разные ЦАПы, цифровые транспорты и стримеры, несколько отличных фонокорректоров и даже дорогой внешний блок питания для двух компонентов. Ну и упомянутая ранее система все в одном, конечно. И что лично мне очень импонирует в их устройствах, все они выпускаются в трех цветах. В классических черном или серебристом и в смешанном варианте с черной серединой и серебристыми боковинами фасадов. Сегодня Moon это бренд, прославившийся своими усилителями, но предлагающий разные высококачественные устройства, которые отличаются не только высочайшим качеством звука и серьезным инженерным подходом, но и абсолютным вниманием к деталям. Но именно благодаря инновационным технологиям и высокому уровню инженерного мастерства, Moon остается одним из самых уважаемых брендов в мире аудио. Редактор субтитров А.Семкин Wet's Москва Корректор Ц.Егорова Россию Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Подписывайтесь на наш канал!